Евросоюз анонсировал, что с 1 июля может открыть свои границы для иностранцев. Но все опять же зависит от статистики заболеваемости COVID-19. Турфирмы сообщают, что желающих поехать на отдых уже немало. В основном выбирают страны в автомобильной доступности. И, конечно, самый популярный вариант – Турция. Но гарантии улететь на значенные даты никто не дает. Однако именно планировать выезд за границей мы будем все же ближе к датам вылета. Когда мы будем понимать, наверное, в первую очередь от руководства стран Евросоюза и нашей страны, и других стран, четкость, можем ли мы планировать отдых в этих странах. Есть предварительные бронировки, но деньги мы с туристов не берем на сегодняшний день, потому что есть определенные нюансы в этом вопросе. Мы не хотим рисковать деньгами наших клиентов, и клиенты, соответственно, тоже не хотят рисковать своими деньгами. Однако, я думаю, что это не длительная перспектива, потому что люди готовы бронировать, готовы планировать, готовы в целом оплачивать свой отдых. Болгария, Греция, а также Черногория тоже могут быть, не могут быть, а пользуются спросом, если брать ближайшие направления. Но для тех, кто запланировал свой отдых в период карантина, остался только один вариант – перенести его. Но, как говорят агенты, вернуть деньги за прогоревший турпакет пока нет возможности. Таких желающих сейчас много. Но предупреждают, некоторые отели из-за кризиса при перебронировании могут поднять цены. Хотя на туристической арене появилось и много выгодных скидок. Цены поднялись за счет того, что все, кто успели забронироваться по раннему бронированию, у нас три этапа в среднем идет. Те, кто забронировался по первому этапу, в основном большинство цен для них, для перебронировок может сохраняться. Но если там перебронироваться, те, кто забронировался в мае, они хотят забронироваться без изменения отеля. В сентябре они пересчитывают цены для клиентов по раннему бронированию. То есть там идут доплаты не огромные. Если ты меняешь отель, то ты уже меняешь по цене онлайн. И если сравнивать эти цены, то, конечно, цены выросли за счет того, что сезон идет. К примеру, Алексей планировал свой отдых в Турции на июнь. Но, как и большинство путешественников, перенес поездку. Мы, конечно, с друзьями очень сильно расстроились этому. Но ребята с турагентства нас поддержали, объяснили ситуацию, объяснили, что происходит сейчас, что возможно, какие варианты в будущем, что будет происходить. И мы приняли решение не отменять поездку полностью, а просто перенести. На более удобную дату, на сентябрь месяц. Ребята нам в этом помогли. Отлично. Это для всех, как мне кажется, самый удобный вариант, который всех устраивает. В качестве альтернативы заграничному отдыху в Украине предлагают отечественный туризм. Но и тут, как говорят турагенты, есть свои нюансы. Турагенты называют внутренний сезон по Украине 2020 экспериментальным. Ведь COVID-19 не отступает и бьется новые антирекорды. Кроме того, у туристического бизнеса нет четкого понимания, как создать качественный, интересный продукт для украинского туриста. Но, тем не менее, традиционно топовыми местами для отдыха по Украине остаются Карпаты и, конечно же, Одесса. Тому доказательство резкое повышение на железнодорожное сообщение. К примеру, на сайте Укрзалезните найти недорогие билеты уже невозможно. Есть статистика, что количество бронировок в гостиницах нашего Черноморского побережья и других регионах Карпатах достигает не более 30%. В некоторых отелях это не более 10% загрузка на июль, на июль месяц. Поэтому говорить о том, что внутренний туризм в этом сезоне выстрелит, ну, для ательеров это будет сложный сезон. А для тех достопримечательностей, которые есть у нас в Украине, это может быть сезон с хорошей посещаемостью. Но минус в том, что наши достопримечательности, они бесплатны, как правило, для посещения. И наше государство не получит ни копейки доходов от посещения этих мест туристами. Самым популярным запросом, говорят турагенты, стали розовые озера Херсонской области. Но организовать туры проблематично из-за отсутствия инфраструктуры поблизости. Да и турагентства пока сами до конца не понимают, как работать. Карантинные правила меняются чуть ли не каждый день. И загадывать даже на месяц вперед невозможно. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.